Добрый вечер всем снова. Наша недельная глава Бамидбар. Начинаем новый хумаш, хумаш Бамидбар, главу Бамидбар. И сегодня мы поговорим о очень интересной вещи. В принципе, возьмем один стих из нашей недельной главы и разберем, скажем так, развитие человека. Сейчас поймете, о чем я буду речь. Скажем, идеи, которые сейчас буду говорить, я уже говорил в тех или иных форматах. Насколько мне известно, на уроке по недельной главе я этого еще не говорил, в недельном уроке, если не считаю. Эти вещи упоминал в синагоге и так далее. Вещи, которые очень важны. Итак, в принципе, в начале нашей недельной главы, в первой части нашей недельной главы, Тора занимается строением лагеря народа Израиля в пустыню. Как он выглядит в эпоху пустыни, то есть как он стоит, пересчет и так далее. И там появляется такой вот стих, который звучит так. «И достояться на Израиле каждый встанет своем, и каждый при своем знамени по ополчениям своим». И тут есть две вещи. То есть, да, есть «иш аль маханео», то есть, да, «человек по стану своему», «вы иш аль дигло», и «человек под знаменем своим». Это две вещи, которые являются центральными аспектами в развитии человека. Сейчас мы будем разбираться. Начнем с первой части, то есть, да, со слов «иш аль маханео», «человек по стану своему». О чем идет речь? Если мы вспомним немного случаи, которые мы читали, когда человек, который был, скажем так, сыном, не относящимся ни к каким коленам, то есть, да, и он пытался найти свое место в Дане, ему сказали, показали путь наружу, то мы видим, что есть большая важность у человека к причастности к месту, то есть к его стану, чтобы у него где-то там было место и так далее. В принципе, речь идет, когда мы говорим «иш аль маханео», «человек по стану своему», речь идет об ощущении, скажем так, удобства, уюта, свободном ощущении, что человек находится, когда человек находится в месте, в котором он находится, он чувствует себя хорошо, чувствует себя в своей тарелке. Об этом идет речь, ему удобно, ему комфортно, об этом комфорт идет речь. Дело в том, что без связи с успехом человека всегда человек предпочитает находиться в окружении, которого поддерживает, которому чувствует себя в своей тарелке. Обычно неудобство, ощущение не в своей тарелке появляется, когда человек находится в неизвестном ему месте, в месте, где его не знают, где он не знает, ему, скажем так, в этом случае ему намного тяжелее развиваться и, в принципе, добиваться какого-то успеха. В нашей авторе, то есть в авторе, который будем читать, у пророка Гошея, я его упоминал уже, сказано, Давайте я сейчас пророка Гошеяу найду, чтобы не своими словами переводил, а было более понятно. Гошея, прошу прощения, открываем Гошея. Звучит это так. И описывается идеальное состояние, когда общество живет, существует с природой, с животными и так далее, в полной гармонии. И зачем? Потому что человеку нужно вот это вот ощущение комфорта в своем окружении, включая природу и так далее, для того, чтобы он смог по-настоящему развиваться. Поэтому для того, чтобы человек раскрыл свои духовные вещи, то есть в будущем, когда придет конец времен и так далее, когда мы будем развиваться в пик, то наступит и гармония со всем миром, то есть со всем при этом окружающим. Поэтому то, что это дает развитие человеку. Потому что без этого нет гармонии, нет ощущения, человек не развивает, человек скован, он тяжело себя чувствует. Например, дам пример, любой пример. Допустим, у нас как в Ешиве, в которой я учился. В Ешиве, в которой у нас училась, была такая система открытых дверей. Что такая система открытых дверей? Это, что мог любой человек зайти в столовую Ешивы и есть. То есть да, и ему никто ничего не скажет. Это было так принято в Ешиве, это еще рамометарь, постановил и так далее. В чем проблема в этом была, с одной стороны? Даже, то есть смотрите, в столовой Ешиве всегда это происходит. Вообще даже вы везде, то есть когда вы приходите в какое-то место, когда вы приходите на свадьбу и так далее, то же самое, когда Ешиве на столовой приходил, когда приходите, вы ищите кого-то, кого вы знаете, правильно? Вы приходите на свадьбу, ищите кого-то, кого вы знаете, то же самое, когда Ешиве приходил, ты начинал сказать глазами кого-то, знаешь, и вы хотите сесть или находиться или общаться там, кого вы знаете. Если вы находитесь вместе, и вы не знаете там никого, вы чувствуете себя не в своей тарелке. Вы чувствуете себя не в своей тарелке, вы хотите оттуда скорее умтип. Или вы находите кого-то, с кем вы начинаете разговаривать, и у вас еще появляется какое-то знакомство, И тогда вы чувствуете себя более комфортно. Иначе все это время вы будете сидеть как на нажатии, вы будете себя чувствовать, скажем так, не очень. Таким образом, кстати, Равмитар рассказывает, что он когда-то давал лекцию в одном из религиозных кибуцов. И он сказал им, что нужно прикладывать усилия и, скажем так, более нажимать на качество гостеприимства Ахнаса Трохима. Они очень обиделись. Они сказали, что зачем? У нас в кибуце любой человек может зайти в нашу столовую кибуцу и называется есть, ему никто ничего не скажет, то есть ему никто не будет мешать. Вот в этом вся и проблема. Он заходит в вашу стол, он может есть, но ему здрасте никто не скажет. То есть принц, он будет, скажем так, будет пустым местом. И таким образом, его ощущение в своей тарелке будет такое. Это то, что в Еши, то есть происходило то, что у нас. Мой сын рассказывал, то есть к нему друг приехал. И вот друг вышел из Ешивы, то есть потом приехал на Шаббат к нему, он хотел сюда посмотреть Ешиву, Гарри Цион и посмотреть стигмы, которые про него говорят, то есть всякие стереотипы. Правильно или нет? Потом он сказал, говорит, стереотипы правильные. Я говорю, в смысле? Говорит, они холодные. То есть там холодные киснобы. Я говорю, почему? Оказывается, в чем дело? Я говорю, это неверное ощущение по причине того, что ты просто там никому не знаешь и так далее. Поэтому если ты заходишь внутрь, то есть начинаешь общаться и так далее, ты видишь, что это не так. В чем проблема? Он, естественно, пришел в столовую. Он, естественно, пришел и на той манере в нашей решении, что бручь человек, который может зайти в столовую и есть там, ему кто-нибудь ничего не скажет. Но проблема вырисовывается в том, что ему никто ничего не скажет во всех областях. Все нормально, он может сесть, есть и так далее, но его вообще внимания не обращают. Включая то, что даже ему не скажут шалом. То есть, да, и, скажем так, на него внимания вообще обращать не будут. Это проблема тоже. Человек, кстати, когда на него не обращают внимания, он-то берет, но он чувствует себя не святарел. Он чувствует, что он как бы пустое место. И это его сковывает. Кстати, эта вещь происходит и в еврейском обществе глобальном. А в каком обществе глобальном? Во всей эпохе еврейского государства, а сейчас тем более происходит, что есть люди, которые прежде пребывают в Израиль. Сейчас, то есть, у нас мы знаем из-за войны и так далее. То есть, пребывает все больше и больше. И очень важно для того, чтобы новоприбывшие развились, укоренились, для того, чтобы они действительно не комплексовали, для того, чтобы они почувствовали себя дома и так далее. Они нужно им давать это ощущение. Это, кстати, задача наша, как общество. Мы должны им дать, что это их дом, что они здесь нужны, им интересуются, им готовы помочь и так далее. Их судьба не важна. Тогда их интеграция пройдет намного лучше. Их успех в Израиле будет лучше. Это видно, кстати, очень часто по людям, которые попали, приехав в места, где интеграция и приветливость тех, куда они... То есть, местного населения, так называемого, было более мягкое, более приветливое и так далее. Там люди не успели больше и продвинуться больше, чем в тех местах, где к ним относились как минимум к воздуху. То есть, да, а иногда и хуже. Но даже как к воздуху. Тогда человек закрывался в себе, в своем объекте, чтобы было некомфортно и так далее. И он не развивался, даже язык не развивался и так далее, что привело к многим вещам. Поэтому, кстати, скорее всего, испытание, которое было у Аврагама... На прошлом уроке я говорил про испытание одного Аврагама, на этом уроке я скажу про другое испытание Аврагама. То испытание, как проходит Аврагам, когда Всевышний говорит ему... То есть, да, иди из своей земли, из дома отца своего и так далее, обмей землю, которую я покажу. Испытание самое тяжелое, там был не уход из отчего дома, а приход в новую землю. Почему? Потому что там именно вот укорениться, укрепиться в земле было намного тяжелее в незнакомом месте, чем уход из знакомого места. Это очень важно. Еще, то есть, можно повести пример по поводу того, что мы должны... То есть, мы говорим как общество, как люди и так далее. Я, кстати, то, что говорю, это то, что мы учим из этого. Мы хотим, чтобы было развитие. Мы должны дать ощущение комфорта. Ощущение комфорта – это когда мы показываем, что человек – не пустое место. Когда мы обращаем на него внимание. Это для всех вещей важно. Кстати, это очень важно и для синагоги, например, когда человек приходит в синагогу. Сколько раз я слышал от людей, они приходят в синагогу, они не знают, что делать. Они и так чувствуют свои тарелки, никому не знают и так далее, иначе еще начинают смотреть на них. Когда начинают смотреть, это еще хуже. Более того, ну никто не... То есть, и они не понимают, что происходит. А если кто-то встанет и улыбнется, и предложит свою помощь, и покажет, и объяснит и так далее, будет абсолютно другая реакция. А так человек приходит иногда, на него посмотрели косо. То есть, в самом лучшем случае вообще не посмотрели никак. Он не знает, что происходит. Он сидел, как возле него происходило, как будто на планете они бегают, называется. И это был первый, скорее всего, последний раз, канал был синагог. Потому что человек не любит находиться в некомфортной обстановке. И поэтому развитие не пошло дальше, не становилось. Хочешь развитие, нужно дать ему комфорт. И это мы видим еще в одном месте, потому что он раскрывает наши мудрецы в трактате Баавар. Смотрите, что они говорят. Амара бицха. То есть, очень важно им дать человеку ощущение, что он не пустое место. Амара бицха. Коля, но тен прутали они, мид барэх бешеш брахо. Сказал рабецят, что каждый человек, который отдает монетку, то есть денежку, самую мелкую, то есть бедному благословляется шестью благословений. Веми файсобы дворы, мид барэх бахата срабов. А тот, кто его успокаивает словами, тот получает благословение 11 благословений. То есть больше намного. Что имеется в виду? Несмотря на огромную важность вздокея помощи человеку, который находится в бедном состоянии, намного более важнее, намного более главнее обратить на него внимание. Поговорить с ним. Поучаствовать в его страданиях. Это очень важно ему. Это дает какой-то, скажем так, бальзам на душу, какое-то успокоение души. И это намного иногда мощнее работает, чем материальная помощь. Понятно, что материальное ему тоже нужно. Но вот это то, что увидит человека. Я сейчас не хочу заходить, скажем так, а то иначе мне в ретики запишут. Я в недельной главе использую философов нерелигиозных. Но Мартин Бубер в этом смысле был глубоко чувствовательным. Чем-то же он был светским человеком. Очень тяжело назвать человека светским, который говорил то, что я сейчас скажу, но, скажем так, не соблюдающим запад формально. Но я думаю, что человек был глубоким религиозным, потому что он проводил с точки зрения духовного. У него есть вот эта вот вещь, которая называется раскрытие божественного подобия в каждом человеке. То есть я на одной ноге это объясню, что когда человек приходит в какое-то место, и он относится к тому, кто напротив него, как божественное подобие. То есть он видит в нем личность и так далее. И в этом общении раскрывается божественное подобие и налаживается сверху. То есть когда человек приходит в банк, он видит, скажем так, в чиновнике банковском, который там работает, не чиновника бездушную вещь, а видит в нем человека и так далее, и тогда общение поднимается. Тогда между ними раскрывается Бог. То есть в их общении. Ну, это далеко. Кстати, это работает всегда. Запомните, это работает всегда. Раскрывается Бог и качество человека. То есть когда человеку относятся, не как к пустому месту. Это очень важно в любом случае. Это моя жена иногда говорит, как тебя все продавцы на улице знают. Называется, тебе называется всегда готовы давать скидку и так далее, и так далее. Как так получается? Я говорю, очень просто. Они со мной здороваются иногда, прохожу. Меня видят же каждый день, когда я прохожу, я с ними здороваюсь. Я с ними разговариваю, они мне рассказывают свое участие. Я в них вижу не продавца, а человека. Даже когда я прихожу покупать в какой-то либо магазин, после этого мы с продавцом становимся друзья. Почему мы становимся друзья? Потому что я с ним разговариваю. Я вижу, что ему интересно и так далее. В принципе, мы не работаем. Система ты мне продаешь, я тебе покупаю. То есть мы бездушно общаемся. Происходит какая-то интеракция. Раскрывается подобие вселышки. Это очень важно. Правда, я немножко отошел от темы, но это то же самое. То есть, в принципе, вот это вот ощущение человеку, что ему дает место, это раскрывает. Это раскрывает, во-первых, связывает людей. Во-вторых, это раскрывает его потенциал, его возвышает. Это очень важно. Это дает ему место. Это развивает и человека, и, естественно, отношения между людьми. Вторая вещь, как мы сказали, стих. Иш аль деглоб. То есть, да, человек под знаменем своим. Это тоже очень важно в развитии. Чем это важно? У каждого колена был свой флаг, свое знамя. Знамя. То есть, да. Для чего это было знамя? Это знамя обозначало особое качество, особый характер этого колена Израиля. Есть медраж. Известный, все его знают. Я уверен, что вы все знаете этот медраж. Это медраж, который рассказывает, что когда Всевышний спустился на гору Синай, с ним вместе спустилось 220 тысяч ангелов. И они расстроились, скажем так, под знаменом. То есть, да, такие вот это. И народ Израиля увидел вот эту вот красоту. И они, и табулизе, то есть, и они вожжелали то же самое. То есть, да, когда они увидели эти дгалим-дгалим, то есть, знамена-знамена, и Всевышний согласился наполнить их просьбу. То есть, выполнить их просьбу, сделать, как они просятся. В чем смысл, то есть, вообще, в чем смысл этого, что у каждого ангела есть знамя? То есть, да, что это за ангелы со знаменами? То есть, о чем идет? Это не какой-то властелин колец, не знаю, какой-то мир и толкинов, то есть, там, где идут войска, то есть, называется, эльфов и так далее, и ангелов. Это не игра в вирус, то есть, да, о чем идет речь? Речь идет, что знамя, оно символизирует задачи и идеи, то есть, которые, или человек, то есть, обозначает себе. То есть, да, он, как бы, знамя-то идеи, задачи, которые ставят человек перед собой. Ангел исполнит с абсолютной точностью ту задачу, которую возложил на него Всевышний. И не будет совершенно никакого, скажем так, ни зазоринки, ни расстояния между желанием Всевышнего и его заповедью, и между тем, что сделает ангел. Это будет тютелька, тютелька, будет то же самое, что Всевышний хотел. Так работает ангел со знаменами. Народ Израиля хотел тоже прийти вот к такому же уровню исполнения слова Всевышнего. Вот так вот круто, то есть, да, как ангел. Но более того, что хотел народ Израиля? Народ Израиля хотел узнать, в чем их задача. Ведь ангел, когда он стоит в сознании, он знает, в чем задача, что он должен делать. То есть, в его миссии, в которой он находится. Народ Израиля захотел не только быть вот так вот, круто исполнять волю Всевышнего, но и он захотел знать, в чем его задача, в чем задача в этом мире, что он должен делать, в чем его особенность. Что делать? Дальше описывает Медраж, что стан народа Израиля, то есть, да, со своими этими знаменами, был красивейшим видением. Вплоть до того, что народы мира говорили, то есть, так говорит Медраж Широ Ширим, МИЗО ТАНИШКЕ, это сейчас стихо говорю, МИЗО ТАНИШКЕ ФИТКМО ШАХАРЬЯ ФАКИ ЛИВАНА БАРАКИ ХАМА АЮМА КИНИТ ГАЛОТ. Давайте я вам испробую Широ Ширим, чтобы вы поняли. То есть, я зачитаю перевод, чтобы снова я не сломал себе голову как-то по-русски говорить. Итак, Широ Ширим сейчас я вам открою. Стоп, а где на Широ Ширим? Почему их нет? А, в миге, окей, сейчас вот все нашел. Широ Ширим. Кто это, что выглядывает, как заря, прекрасная, как луна, ясная, как солнце, грозная, как войско со знаменами? Окей, так говорит Широ Ширим, то есть, царь Шлумов. И так объясняется, что происходит. Сказал народы мира, сказали народу Израиля. ШУВИ, ШУВИ АШУЛАМИ. То есть, да, тоже это из песни песней. То есть, вернись, вернись, ШУЛАМИ. То есть, это как бы народ Израиля. То есть, прикрепись к нам, будь у нас, и мы сделаем вас этих владыками, герцогами, правителями и так далее. И отвечает, отвечает народ Израиля. МАТЫХ ЗУБА ШУЛАМИ. То есть, да. То есть, что вы увидите, что вы показываете, то есть, ШУЛАМИ. Какое вы величие нам даете. То есть, можете вы сделать, как круги нашего лагеря. Можете ли вы дать нам то величие, которое сделал нам Всевышний в пустыне. Какое величие он дал. ДЕГЕЛЬМАХАНЫЙЮДА. ДЕГЕЛЬМАХАНЫЙРУВЕН. ДЕХЕЛЬМАХАНЫЙДАН. ДЕГЕЛЬМАХАНЫЙЕФРАИМ. УЛАМИХУЛАСОТЛАНУКАХ. То есть, можете сделать нам то величие, как знамя Иуды, знамя Рувена, знамя Дана, знамя Ефраима. И так далее. Вы можете нам это сделать? То есть, что говорит Медраж? Медраж объясняет, что народы Израиля прекрасно поняли, в чем смысл знамен. Народы Израиля не хотели никаких сил, постов великих и так далее, если они им не подходят. Если они не часть их характера, если не часть их сущности. Они хотели, народ Израиля, исполнить именно свою задачу. То есть, то, что возможно на них, то, что подходит им. И это то, что, скажем так, показывают вот эти вот знамена в пустыне. Дело в том, что нужно понять простую вещь. Большие посты или, скажем так, ключевые должности, то есть, власти и так далее, не имеют вообще никакого смысла, если они абсолютно не подходят человеку по его характеру. Если человек не подходит на это место. Дело в том, что есть немало людей, которые занимают огромные посты, и им это совершенно не их характер, совершенно не подходящее им место, и они несчастны. Они несчастны, и они страдают. И они хотят сбежать оттуда. Кстати, это хорошая вещь, знаете, есть до Влатова такой вот классный рассказ, показывающий вот эту вот идею. Называется «Хочу быть дворником». Короче, очень короткий рассказ, полторы страницы, что-то такое. То есть, как человек с детства мечтал быть дворником. Но школа, родители и так далее, нужно было учиться, нужно было делать вот это. После школы он закончил, не пошел работать дворником, нужно было закончить университет, аспирантуру и так далее. Он всю жизнь работал, продвигался по этому и так далее, по всевозможным должностям. Он всю жизнь был несчастен. В конце концов описывают то, что он доходит до пенсии, он выходит на пенсию, и на следующий день он выходит мести двор. Он стал дворником. То есть, он прожил жизнь не в том, с чего тянула душа и с кем он был хотел. Я хочу быть дворником. Зачем мне это все надо? Всю жизнь я прожил, но у вас непонятно зачем. Вот это вот рассказ, да, Влад, у вас взяли вот эту вот идею. То есть, да, зачем мне это? Зачем? Вся красота, вся вещь, весь смак жизни – это именно занимать свой пост, знать, что ты должен сделать в этом мире и это реализовать. Это самое крутое, что может быть. У каждого есть человека предназначение в этой жизни. У каждого. Часть людей должны преподавать пол. Часть должны смешить людей. Часть должны быть политиками. Часть должны быть полководцами. Часть должны быть инженерами. Часть должны быть врачами и так далее, и так далее, и так далее. У каждого есть свое предназначение. В чем проблема? Обычно люди не знают каких-то положительных предназначений. Обычно люди только в детстве могут сказать, кем ты будешь, когда ты будешь большим, но чем становятся они старше, тем они уже меньше могут сказать, кем они хотят быть. Это очень часто происходит, особенно на перекрестке решения, что идти учить, что делать и так далее. Очень часто человек незрелый и не знает, что принимать как решение. Вильнский Гаон, Гаон Мивильна в своем комментарии на книгу Мишлей говорит очень важное, скажем так, правило. Следующее правило. У каждого человека есть особый подход. Почему? Потому что не существует двух людей, которые думают одинаково. Или два человека, у которых одинаковый характер. Нет, не существует. Это как выразили наши мудрецы, так как лица разные, так и у них. То есть они все разные. Так вот, во времена пророков было проще. С одной стороны, люди шли к пророку для того, чтобы выяснить, что хочет Всевышний. Легко. Пророк говорил, что хочет Всевышний. И работаем, потому что хочет Всевышний. С одной стороны, легко. С другой стороны, сейчас народ этого не делал. По многим причинам. В наше время у нас нет пророка. Но, говорит Виленский Гаон, что у каждого человека есть такой внутренний рохоподыш, который подсказывает человеку, что ему делать. Куда ему вкладывают силы, где его предназначение. Он чувствует это. Правда, есть, рассказывают, что были какие-то адморы хасидские, которые могли посмотреть на человека и сказать ему, в чем их предназначение в мире. Рассказывают, что такие были. Но оно очень хорошо, очень красиво. Но, в конце концов, мы должны без чужой помощи, ничего не поделаешь, найти и решить, в чем наша задача в этом мире. В принципе, мы должны найти свое знамя. В этом смысл. Для того, чтобы идти, в конце концов, по правильному пути. Каждый человек должен идти по правильному пути развиваться. И снова, очень часто люди зависят от давления общества, от давления семьи и так далее, когда они выбирают свои пути в жизни. И они ни к настоящему не идут по тому пути, который бы они сами выбрали себе. А человек должен идти по своей дороге, потому что он и предназначен ему в свете той задачи, той цели, которую он поставил в жизни, которую он решил, что ему нужно исполнить. То есть, в принципе, он должен сделать свое личное знамя. В этом смысл. То есть, если мы подведем итог с того, что мы сказали, у нас выходит следующее. Наш стих, который мы привели в недельной главе, который говорит про... Каждый человек в стане народа Израиля по стану своему, то есть по маханелу, то есть по своему лагерю, и под знаменем своим, говорит следующее. Первое. Что для того, чтобы человек мог развиваться, он должен ощущать комфортно в том окружении, в котором он находится. Это очень важно. Для того, чтобы это произошло, каждый из нас должен приложить усилия для того, чтобы принимать радушно других. Людей, которых даже мы не знаем. Это очень важно. Это помогает другому человеку раскрываться. Кстати, нам тоже помогает. Приятнее находиться там, где есть приятная интеракция. Вторая вещь. Каждый человек должен, из этого стиха мы учим, каждый человек должен реализовать свое предназначение в жизни. То есть в принципе реализовать те особые вещи, те особенные качества, которыми он может вложить свою, скажем так, долю в этот мир, в это развитие мира. И в принципе для чего он сюда пришел. Потому что если человек родился в это время, в это месте и так далее, находится в этом месте, то это то время, то место и так далее, которое по точки зрения Всевышнего он может вложить максимально свою долю, которая, то есть если Всевышнего привел, без него бы мир не обошелся. То есть мир должен был, то есть ждет его. И он должен появился в то месте, в котором он должен вложить свой кирпичик в это мироздание, и он должен его найти. То есть что он может дать обществу, что он должен дать миру и так далее, и так далее. Но он должен это сделать самостоятельно, а не из-за того, что престижно, что скажут ребята, что скажет жена, что вот это вот так-то, что скажет семья, ну и так далее, и так далее. В свое время, могу сказать про себя, моя семья, скажем так, не очень хотела, чтобы я стал рвином в свое время. По моей стороны, мои бабушки, которые все врачи, хотели, чтобы я был врачом, мой папа хотел, чтобы я был инженером, ну и так далее, так далее. У каждого были всякие виды на тем, кем он должен быть. В конце концов, я стал рвином, хотя была идея, что может быть врачом, но я решил, что это не для меня, я не уверен, что буду хорошим врачом. Я был бы врачом, смог бы быть врачом, насколько хорошим бы врачом, я не знаю. Инженером я мог быть, но я думал, мне было бы там скучно. Я бы делал бы, зарабатывал деньги, может быть, хайпики, все было бы хорошо, но мне было бы скучно. И я стал рвином, сейчас моя мама бегает и гордится, что у нее сын рвин. Так оно произошло, потому что я чувствую, что нахожусь, допустим, я лично, что нахожусь на своем месте. Хотя иногда мне кажется, что я мог бы сделать то и другое, но в конце концов чувствую, что, наверное, делаю то, что надо делать. И это тоже на каждую, то есть еще раз повторим, с одной стороны, даем человеку приятную атмосферу, чтобы он развивался, мы должны быть радушными. С другой стороны, каждый из нас должен найти свое предназначение в жизни и реализовать его по максимуму, исходя из собственных ощущений. На этом все, на этом жемчужину очередную из недельной головы мы вытащили, и вы можете с ней дальше идти, нести ее дальше. На этом я прекращаю, заканчиваю урок, я выключаю запись, кто нас видел, запись, все хорошего, до новых встреч.